Вот, и, собственно, конец этого выделения. Шикарное попадание у Фердуна Адилова. Заправил ноги. Он пока перейти к удушающему не может. Фердуна Адилова все. Бутылкой попали вот сюда, мне висок как раз прям на выходе кто-то, видимо, сверху кинулся. Вместо своих болельщиков хорошего извинения. Вы посмотрите, какой это беспредел. И дальше будет хуже. Громкий турнир СССР-168 запомнился немалым количеством ярких событий, в том числе и скандалов, куда же без них. Третий по значимости бой в рамках гран-при между Феридуном Адиловым и Михаилом Мохнаткиным закончился в начале третьего раунда. Таджикский терминатор сначала отправил оппонента в нокдаун, а уже в партере не оставил выбора рефери, кроме как остановить поединок. После боя в октагоне произошла какая-то неразбериха, а затем таджикская трибуна стала вести себя непотребно, а свистывать и кидать бутылки в сторону Мохнаткина. На самом же деле объектом негодования таджикских фанатов стал Магомед Магомедов, он же Мага Молодой, секундант Михаила. В собственное его интервью каналу Спорт24. После боя Фаридун подошел пожать руку, я ему пожал руку, а ему показалось, что я как-то оттолкнул его руку, и вот на этой волне он подошел, толкнул меня, я толкнул его, и там вот такая заварушка получилась. Я просто не понимаю, в чем он хотел, чтобы я его там обнимал, поздравлял с победой. Там медали по рукам. Фаридун, нам я знаком, мы на чемпионате мира дрались с ним. С болельщиками я вообще не ожидал, мы вышли из клетки, с я там, Миша Мохнаткин, и еще один секундант наш друг Асланбек, идем в сторону выхода, и там, короче, и Мишу, и меня, нас всех, короче, бутылками закидали. Там Фаридун рассказал свою версию, пользуясь случаем, принес извинения от лица его болельщиков. Я ему пожал руку, Мишу, и ему даю руку, он, не знаю, вот так меня толкнул, что ли, я бросил мою руку, и я на эмоциях себя не сдержал. Так все нормально. Вместо своих болельщиков прошу извинения, мы столько вот, Бахридин Джалолов тоже, мы все говорим, чтобы ребята не делали так, потому что они тоже бойцы, как и мы, хотят поддержку, хотят, чтобы были присутствовали ребята, но... А вот как отреагировал на этот инцидент Асланбек Бадаев. Ну я говорил, ребята, успокойтесь, наслаждайтесь победой Фаридуна, вы пришли за него поболеть, он отблагодарил вас победой, все хорошо, вам не нужно устраивать скандалы, вам не нужно расстраиваться. Сегодня ваш вечер, победил Фаридун, победил Анис, да, представители Таджикистана. Не надо, если вы будете, скажем так, беспредельничать или хулиганить, это будет против вас, и именно ваше боление, вашу поддержку будут воспринимать в негативном ключе. Соответственно, вы оказываете нехорошую услугу и себе, и бойцам. Как бы то ни было, поведение таджикской трибуны все же вызвало какой-никакой, но резонанс, выйдя далеко за пределы турнира. Неоднозначный пост выложил на своей странице бывший чемпион Файт Найтс Григорий Пономарев. Насколько охуели в этот день сотрудники самоката и Яндекс.Доставки, что придется их встречать в ближайшие две недели с хорошим свиным подарком. Этот случай не смог обойти стороной и Макс Дивнич, призвавший тот час депортировать всех нарушителей порядка. Это называется русский мир, который строит Россия, и потом спрашивают, почему вы говорите о мигрантах. Нам здесь такие обезьяны не нужны, я у себя дома их видеть не хочу. Это какой-то сюр, сейчас было у многих братьев в зоне боевых действий, они сражаются за вот это. Причем Михаил максимально сдержанный человек, перед боем вы не услышите от него плохого слова про оппонента. Туда нужно колонну ОМОНа и встречать после турнира, сразу депортируя на родину. Ну и куда же без мнения Миши Маваши, который просит Лигу обратить особое внимание на данную ситуацию и сравнил поведение таджикских фанатов с северной трибуной. Всем привет, ребята. Наблюдал я сегодня за Исей. Я нахожусь в Кемене, сейчас мы вылетаем. И... Знаете, я обалдел. Я увидел, когда забросали Мохнаткина бутылками, мусором забросали. И какие-то претензии к северной трибуне, ребят. Прикиньте, в северной трибуне правило есть расписание, убирать за собой мусор, убрать за собой весь мусор, чтобы чистенько было после ухода. То есть не из серии даже бросать в кого-то этот мусор, а убрать за собой этот мусор. Вот у меня вопрос теперь к этим лигам, ребят, кто руководит лигами, обратите внимание. Вы посмотрите, какой это беспредел. И дальше будет хуже. Это только маленький срез социума, бои. Это просто болельщик. А на улице что происходит? А в Новом Москве? А в Одинцово? Что происходит? И потом вы спрашиваете, почему мы работаем по миграционной теме? Вот почему. Потому что потом это все выйдет на улице, ребята. И всех будет ждать Франция. И кавказцев тоже будут ждать сюжет Франции в Москве. Я в шоке, если честно. Я просто в шоке. Почему никого там не выгнали? У нас никто никого ни разу не оскорбил в северные трибуны. Я извиняюсь за голос сорванных концертов. Никого никогда не оскорбили. Никого никогда не унизили. А уж тем более кого-то что-то бросить. Это вообще, это низко. Это даже, знаете, это не серия, что не будем разговаривать там про религиозность, убеждения и прочее. Это просто не по-мужски. Это низко. Как, сука, черт стоять, бросаться сверху на человека, который потерпел поражение. И вопросы были к северной трибуне. Я думаю, сейчас все должны абсолютно полностью и тотально пересмотреть свои взгляды на наших ребят. Которые действительно делают атмосферу. Которые создают движ. И движ этот не супротив, не против кого-то, а за своих. Вот и все. Вот интересно, все эти бойцы, которые высказались против северной трибуны, скажут что-то или лицемерно замолчат, что будет неудивительно. На северной трибуне всегда порядок и мир, только спорт и уважение. И с них нужно другим брать пример и учиться себя вести. Вот интересно, хотя бы один выскажется или полный рот воды наберет, как обычно, пишет Евгений Курданов, более известный как Женя Моряк. А как вы оцените поведение таджикских болельщиков и можно ли считать по-вашему, что зачинщиком стал мага молодой? Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в низшей ММАе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok